Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как пережить смерть близкого человека? Пережить, именно переживать. Это боль, все эти чувства, которые у вас есть, в том числе нанимись к себе. Что это переживать с кем-то, переживать кому-то. Вот, лучше всего с психологом. Это делать. Я вам соболезную, соболезную в вашей утрате. Я понимаю, что вам больно. И, в общем-то, это боль нужно просто проживать. Столько, сколько ноль. Сколько ноль. Бабочка была в тяжелом состоянии, она сильно страдала от боли. Вначале, как она попала в больницу, я не думала, что так все обернется. Ну, смотрите. И дальше, вы убираете неоднократно на то, что бабочка была ограничена в выборе. Как будто бы. Это был не ее выбор, что с ней произошло. А вам нужно, как бы, увидеть, да, что помимо вас есть еще другой человек. То есть вы, на самом деле, в своем переживании просто упускаете из виду, что есть еще другой человек, который управляет своей жизнью, так же, как и вы. Что вы выбираете как-то, и он выбирает тоже. Вот. Если вы заметите выбор человека, и, как бы, начнете с ним считаться, вот, будет легче. Меня очень глотит вина за то, что в последний момент нашего общения совсем радостно с ней общал. А здесь происходит история такая, что вы судите о себе, да, вы судите о себе с позиции себя в настоящем. Но вы забываете, что вы поступали в то время, имея другие знания. И, то есть, вы предполагаете здесь, что вы должны предсказывать будущее. Вот. Понимаете, да, как у вас требования к себе? Общаться с человеком на постоянной основе так, как будто его завтра не станет. Довольно сложно. На эмоциональном уровне это не означает, что вы не можете злиться. Это не означает, что вы не можете быть злой и так далее. Потому что человек бывает разным. На эмоциональном уровне это больше означает, скорее, что вы открыты, что вы не возражаете. Против своих переживаний и против переживаний другого человека. А здесь вы отрицаете свое состояние. Не показалось, что я не переживаю. Может быть, даже была разрушена чем-то. Потому что это жизнь, это нормально. Теперь вы это обесцениваете просто. Я понимаю, что это была последняя возможность мне общаться. Я себя очень винил за это. Но вы же не знали, что это была последняя возможность. Понимаете? Вы корите себя за то, что вы не знали. То есть у вас требования к себе очень большие. Практикают и краски из того, что вы отводите себе решающую роль в отношениях. Я не знал, что она умрет. Даже маме и мне снился вещи в сон. Я не обращал внимания на все эти знаки. Ну, на мой взгляд, здесь вы мистифицируете какие-то вещи. Там, естественно, мы, в принципе, могли просто отражать страхи ваши. Вот. И поступало не так, как стоит. А кто решает, как стоит, а кто нет? Кто решает? Мне сейчас не больно. Да, вам больно и больно не проживаться. Я считаю, что вы не заслуживаете дальше. Я думаю, что вы и раньше так считали. Я думаю, что и раньше у вас были такие обесценивающие тенденции. Именно в силу того, что вы себе решающую роль отдаете в отношениях с людьми. Кстати, говоря о сердоболе. Вот вы и дальше будете об этом писать. Это тоже выглядит, как компенсация. То есть, сердоболе, чрезмерная забота о каком-то, вот, например, о котах в вашем случае. Это компенсация любви к себе. То есть, себе внимания не уделяй, но вот уделяй внимание к животным и так далее. Вот, поэтому то, что вы не заслуживаете ничего хорошего, это история про то, что было долго. Много мыслей дальше, не знаю, как жить дальше. Много мыслей в голове, не знаю, как жить дальше. Эта потерянность, она, опять же, была, скорее всего. То есть, потерянность, это что? Потерянность, это про отсутствие, ну, какой-то цели в жизни, отсутствие цели в жизни, отсутствие интереса к своей жизни. У вас, скорее всего, его не было. Но при этом, у вас, судя по всему, есть злость, много злости подавлено. Раньше я не верил в Бога, сейчас вот не хочу в него верить, особенно в то, что до существует, и бабочка меня простила. Вот, опять же, просто подумайте, с чего бы ей вас не прощали. Мама говорит, что она не была в обиде на меня, и меня больше всех любила, я все равно, как только себя не оскорбляю. Это злость, это злость и боль. И вот, ее нужно проживать. Дальше вы пишете, брат, сон, сон я пропущу. Вот. Вы пишете, что у вас, к себе, ненависть огромная. Опять же, это продиктовано болью, боль потери. Но я бы еще здесь добавил, что вы не ненавидите сами себя. Это не ненависть к себе, это ненависть к той, кем вы должны быть в глазах кого-то. Если это была бабочка, которую я видел средка, было бы легче, так она меня воспитывала. И поскольку мы жили все время вместе, возникали конфликты. Дома всегда была раздражительная обстановка. Я любила закрасить себя, когда она просила себя выщеркнуть пообщаться. Я не хотела, что в основном это все заканчивалось спором. Опять же, здесь история про подавленную злость. Сейчас злость вас трансформировала в ненависть к себе. Оплакивать человеку не означает запрет на него злиться. Ну вот. Нужно позволить себе это сделать. Я не ищу оправданий, просто хочу найти причину, почему я была такой толстошкурой порой злостью. Да потому, что для вас это было актуально, вы себя защищали. Это состояние было для вас актуально. Еще так вышло, что у дома нас раздражилось много копеев. Не раздражилось. Не раздражилось. Вы их раздражили. Это ваша ответственность. Ну, в смысле, вы с бабочкой. Я имею в виду. Мы из-за сердоболя не могли их вынести. Вот видите, да, опять, кто мы? Нет, мы. Есть вы, бабочка. Вы конкретно. Из своего сердоболя не могли их вынести. А сердоболя это что? Сердоболь это, как раз таки, возвеличивание себя и принижение другого. Без меня ты не выживешь. На них уходило много денег. Она себе во многом рассказывала. Это тоже послужило причиной болезни и смерти. Ну, откуда у вас такая информация? Это отдельный вопрос. Ну, вот. Ну, то есть, это был ее выбор. Это факт. Вот. И вам нужно с этим выбором считаться. Я не могла все изменить. А должны были? Самый же, моя бабочка была упертой. Длительное время не хотела к удачам, а загубляя состояние здоровья. Опять же, это ее выбор. Вам нужно ее выбор принять. Знаете, да, то есть, как бы, вы отрицаете выбор человека, не заботясь о себе, но при этом возвеличиваете то, что она, вот, то, что ее нет больше. По крайней мере, я могла бы быть в разы добрее. Да, но были бы, но были бы, были бы вы собой. В таком случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Вам нужна психотерапия по травме, травме потери близкого. И в конце я бы хотел спросить, а чего бабочка для вас хотела? То есть, ну, вот вы как-то все свои мысли, свои мысли, а она все хотела бы для вас. Вот. Хотела бы она, чтобы вы так вот страдали. Хотела бы она, чтобы вы так переживали. Вот. Чего бы она хотела для вас. Подумайте об этом. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...